Всем привет! Меня зовут Антон Пельчер, я инженер и занимаюсь строительством рыбоводных ферм более 10 лет. Сегодня мы с вами поговорим о такой важной теме, как биопруд для рыбоводной фермы УЗВ. Что это вообще такое и как он работает? Зачем он нужен? Можно ли в биопруду выращивать рыбу? Работает ли он в любом климате или в холодном климате он не работает? Обязательно смотрите это видео до конца, потому что мы все это разберем. Ну и вообще, если вы собрались строить рыбоводную ферму УЗВ там, где нет центральной канализации, то биопруд практически необходимая вещь на вашей рыбоводной ферме. Поехали! Ну и начнем мы с того, что же вообще такое биопруд и зачем он нужен. Представьте, у нас с вами есть рыбоводная ферма, располагающаяся в здании, там замкнутая система УЗВ. Но как, наверное, те, кто уже немножко в теме, понимают, что УЗВ это не полностью замкнутая среда, у нее существуют потери на промывку фильтров, на подмену нитратов. То есть каждые сутки, постоянные, каждый час, каждую минуту с вашей рыбоводной фермы, как вот здесь на заднем плане, сливаются сточные воды. Это та вода, которая отработана при промывке фильтров. Для того, чтобы нам эту воду утилизировать, нам ее нужно, во-первых, очистить, во-вторых, куда-то ее дальше направить, потому что воды с рыбоводной фермы много. Кто хочет, кстати, разобраться больше о самих стоках с рыбоводной фермы УЗВ, переходите по всплывающей ссылке и смотрите отдельный ролик про сточные воды. А мы не будем повторяться, поговорим про биопрут. В принципе, если на вашей рыбоводной ферме нет центральной канализации, и вам некуда, закрыв глаза, просто сбросить сточные воды, то вам придется решать проблему со стоками. Решается она, по сути, двумя путями. Первое, это как раз-таки биопрут, и второе, это локальные очистные сооружения. Локальные очистные сооружения, что это такое? Это септик, по сути, система очистки, компактная, которая очищает воду и сбрасывает уже очищенные стоки за пределы очистных сооружений. Биопрут работает немножечко по-другому. Он проще, в нем работают природные процессы. Что это такое? Представьте себе, стоки с вашей рыбоводной фермы содержат огромное количество, во-первых, взвеси, это фекалии, остатки недоеденного корма, а во-вторых, органики, то есть это растворенные азоты, в первую очередь нитраты. Они могут доходить до 100, до 200, и на некоторых рыбах даже до 500 миллиграмм на литр. Нитраты – это пища для растений. Нитраты нам обязательно нужно очистить. А помимо нитратов и взвешенных веществ, в воде также содержится еще и фосфор. Все эти элементы не могут быть сброшены в окружающую среду за пределами вашего участка, например, в канаву, в водоем, в реку. Вы просто не можете их сбросить, потому что к вам придут экологи, постучатся в дверь и скажут, слушайте, вы нарушаете экологические требования, вот вам, пожалуйста, выписываем штраф. Для того, чтобы такого не было, вам необходимо перед сбросом за пределы своего участка эти стоки очистить. Так вот, биопрут копается только на вашем, ну или на арендованном участке. Он не копается за пределами. Поэтому имейте в виду, для того, чтобы реализовать эту схему, вам нужна дополнительная площадь. Если у вас все компактно и нет ни единого квадратного метра дополнительного, то тогда, к сожалению, это не ваш случай. Вам придется искать другие подходы, например, локальные очистные сооружения. Так вот, те самые сточные воды, которые содержат взвешенные вещества, нитраты, фосфор, с одной стороны, они не могут быть сброшены за пределы вашего участка, а с другой стороны, они прекрасная питательная среда для различных микроорганизмов и высших водных растений. По сути, биопрут – это что такое? Это искусственный водоем, в котором создаются природные процессы, которые очищают ваш водоем от органики. После вашего биопруда водичка может быть сброшена за пределы участка, если, конечно же, все правильно организовано. Каким образом очищается органика? Все очень просто. Есть водоросли, которые просто питаются нитратами и фосфором, ну и плюс различные микроорганизмы. То есть мы устраиваем очистное сооружение, только большое и в природных масштабах. Наверное, вы спросите, окей, если у нас происходят природные процессы, работает ли биопрут зимой? Отвечу – работает, но очень плохо. Поэтому очень важно, что биопрут – это больше южная история. Если вы находитесь в южных регионах, то биопрут всегда работает классно. Если же вы находитесь в северных широтах, то он тоже будет работать, но в зимнее время он будет работать хуже и медленнее. Конечно же, сточные воды теплые, будут поступать в биопрут, будут нагревать так или иначе воду в нем, но все равно бактерии и водоросли будут работать очень медленно. Поэтому, если вы находитесь в северных широтах, предусматривайте некий запас по объему биопруда, чтобы вода успела очиститься и у вас не было проскока по загрязнению. Как изготавливается биопрут? В принципе, все очень просто. Рядом с вашим зданием рыбоводной фермы вы вызываете экскаватор, выкапываете водоем глубиной примерно полтора метра. Это оптимальная глубина для того, чтобы солнечный свет проникал до самого дна, чтобы процессы фотосинтеза происходили быстрее, чтобы у нас не было застойных и мертвых зон. Поэтому оптимальная глубина биопруда – полтора метра. Надо ли его выстилать ПВХ-пленкой? В принципе, если вы хотите в нем выращивать рыбу, в этом биопруду, то лучше выстелить, потому что, если ваша почва будет дренировать, вода может уходить быстрее, чем в нее будут поступать стоки, при условии того, что у вас грунты очень хорошо впитывают. Если вам все равно и ваша задача лишь куда-то слить сточные воды, в принципе, вы можете не выстилать эти пруды ничем. Сколько должна отстаиваться вода в этом биопруду? Все очень просто. Стандартный, средний срок содержания стоков в этом биопруду – 30 дней, то есть один месяц. Вам нужно рассчитать его таким образом, чтобы вы сбросили ваши источные воды, и они примерно месяц находились в биопруду для того, чтобы полностью очиститься. Что дальше будет с этими стоками? Ну вот, представим себе, у нас биопрут, мы его выстелили по ВХ-мембране, потому что мы не хотим, чтобы терялся уровень воды. Вот у нас стоки там очистились, но даже поступают постоянно новые. Понятное дело, старые должны куда-то уходить. И если они у вас не тренируют в почву, то ваша задача – организовать перелив из этого биопруда куда-то дальше, ниже по рельефу, например, в овраг или в другой водоем. Поэтому имейте в виду, что стоки с рыбоводной фермы не всегда сами по себе где-то рассосутся. Если у вас, конечно, он не выстелен мембраной, если в нем земляное дно, и оно очень хорошо впитывает воду, то, возможно, ваши стоки действительно инфильтрации и уйдут в почву. Но это не гарантия. Поэтому рекомендую вам предусмотреть либо каскадные биопруды, и какой-то перелив дальше, например, в овраг, в канаву, водоем или еще куда-то, для того, чтобы ваш биопруд просто не переполнился, у вас на участке не появилось болото. Как посчитать биопруд? Давайте прикинем, посчитаем биопруд для конкретной какой-нибудь фермы. Например, возьмем осетровую ферму производительностью 10 тонн в год. Я возьму калькулятор, и мы с вами легко посчитаем. Маленькая теория. Для того, чтобы вырастить 1 кг рыбы в УЗВ, примерно понятно, сколько нужно подать и слить воды. Для осетра это 300 литров на килограмм рыбы. Для форели это 400 литров на килограмм рыбы. Для африканского сома это примерно 70 литров на килограмм рыбы. Ну и около 100-150 для тилапии. Возьмем осетра. 10 тонн в год рыбоводная ферма. 10 тысяч умножаем на 0,3 куба, то есть это 300 литров. Получаем 3 тысячи кубических метров. В год будет объем стоков с нашей рыбоводной фермы. Теперь мы делим его на 12 месяцев и получаем 250 кубов воды должно быть в нашем биопруду, для того, чтобы стоки отстаивались один месяц. Теперь разделим на полтора. Полтора метра это глубина. И у нас получается примерно 170 квадратных метров. Нам нужно для фермы на 10 тонн осетра, чтобы был достаточный уровень очистки стоков в нашем биопруду. Конечно же лучше брать запас. Учтем, что зимой он будет работать хуже. Возможно, у нас будут какие-то пики по стокам. Поэтому я бы взял еще некий запас и сделал бы его 200-250 квадратных метров при глубине полтора метра. Ну и еще важный вопрос. Нужно ли очищать сточные воды от взвеси, прежде чем подавать их в биопруд? Я за то, чтобы очищать. Не все так делают, но я за то, чтобы ставить предварительные отстойники. Для того, чтобы они задерживали взвесь и меньше взвеси накапливалось в биопруду, чтобы его не нужно было постоянно очистить. Поэтому рекомендую ставить предварительные колодцы, отстойники. Можно каскадные, можно параллельно сразу в несколько подавать. И из них уже делать перелив в ваш биопруд. Таким образом, вся грязь будет оседать в отстойниках. Периодически, по мере необходимости, вам нужно будет вызвать осенизатора, чтобы откачать осадок со дна. В принципе, как и в обычном домашнем септике, его просто очистить. Ну а очищенные от взвеси стоки, которые полны органикой, которая как раз и нужна для водорослей, они будут переливаться в тот самый наш биопруд. Ну и маленький бонус для вас. Для того, чтобы вам было проще посчитать, какой объем и площадь биопруда нужна именно вам для вашей фермы, я приготовил для вас отдельный файл. Вы можете просто вбить годовую производительность в ваши рыбоводные фермы и получить нужный объем биопруда для каждого вида рыб. И посмотреть, какой же объем будет нужен именно вам. Поэтому скачивайте по ссылке, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал. С вами был Антон Пельчер и мой канал о том, как выращивать рыбу и зарабатывать на этом хорошие деньги. Пока!